Всем доброго времени суток. Рассказывая про игру Тао Тайдо в 36 выпуске Альманаха жанра Файтинг, я так вскользь упомянул серию игр Аэрофайтерс, она же Соник Винкс, от того же разработчика, ныне почившей компанией Видеосистем. Покопавшись немного в интернете, я обнаружил, что серия Соник Винкс была этакой своеобразной сборной солянкой со многих игр этой компании, а заинтересовала меня эта серия в первую очередь своей сумасбродностью и накалом идиотии. Это, конечно, еще не уровень Трио За Панч, но довольно близко местами. В сегодняшнем видео я вкратце рассмотрю 5 игр, которые так или иначе имеют отношение к этой серии, будь то общие персонажи или монстры. Начну с самого безобидного. Гонки Little Crash Race, вышедшие в 93-м году для аркад. Это довольно простая в оформлении иконочка с видом сверху, в которой вам надо обогнать своего соперника. Ничего особо странного, кроме того, что вы едете на пролом, сшибая все подряд, в игре нет. Ну, почти нет. Отмечаю эту игру потому, что три персонажа из этой игры потом появились в серии Соник Винкс. Два в качестве играбельных и один в качестве камео. С точки зрения заимствования персонажей стоит также упомянуть битэмап Karate Blazers, вышедший опять же на аркадных автоматах в 91-м году. Отсюда в Соник Винкс взяли двух бойцов, Глена и Гила. Как бойцы попали в скроллшутер, объясню в соответствующем видео. Сама же игра это типичный битэмап. На фоне своих собратьев его выделяет разве что абсурдное количество врагов на экране. В остальном особых странностей не замечено. То, что ваши враги по итогу оказываются роботами, даже в то время не вызывало такой шок. Как вы заметили, видеосистем в те времена тыкала с носом почти в каждый угол и пыталась пробовать себя в каждом жанре. Поэтому неудивительно, что после успеха игры Кабал, они в 90-м году выпустили похожую игру на игровых автоматах под названием Spinal Breakers. И вот эта игра уже куда как поинтереснее. По сюжету в недалеком будущем на людей работали роботы-хилдроиды. После ядерных катастроф у этих хилдроидов произошли мутации и мало того, что они теперь способны вселяться в другие живые организмы, так они еще и во времени начали путешествовать. Ясен пень, они стали убивать жалких человечков. И в итоге всех все-таки убили, кроме бравого капитана Вапли и его семьи, которые были на космической станции в этот момент. И я серьезно, героя в этой игре зовут Капитан Вапля. И вот теперь вам надо уничтожить всех хилдроидов, которые благодаря путешествиям во времени понатащили в будущее нацистов, неандертальцев с динозаврами, древних греков, самураев и тому подобное. А заканчивается все тем, что Вафля сам отправляется в прошлое, дабы предотвратить ту самую катастрофу. Итак, опустим то, что вышеописанное уже попахивает маразном и примем эту картину как должное. Во-первых, если известно, что все люди погибли и то, что ты, Вафля, со своей женой и дочкой остались последними представителями человеческой расы, нахера тебе рисковать жизнью и уничтожать то, что тебе не является прямой угрозой, ибо ты сам находишься в глубоком космосе. Во-вторых, вам не кажется, что последний уровень создает тики такой временной парадокс? Если Вафля предотвращает ядерную катастрофу, то Хиллдроиды не получают способность к перемещениям во времени, а значит у Вафля нет ни возможности, ни причины перемещаться в прошлое. Да, и кстати, игра никак не объясняет, откуда у Вафля машина времени. Логично предположить, что он сам стал Хиллдроидом, и в концовке это действительно так. Вот только концовок тут три, и в двух других Вафля остается человеком. В общем, бредятина здесь та еще, и разрабы, очевидно, не обременяли себя вопросами логики в процессе создания. Но про Хиллдроидов и про Вафлю мы еще как-нибудь вспомним. Однако серия Sonic Wings это в первую очередь серия скролл-шутеров, так что давайте перейдем как раз к ним. Во-первых, стоит вспомнить игру Рабио Лепос, она же Раббит Панч, 87-го года. Тут есть все для идиотичного рецепта. Ваши герои это огромные летающие кролики. Ваша цель спасти короля и двух принцесс. В костюме кроликов, естественно. Ваш главный пауэрап это, само собой, морковка. А ваши враги роботы, мутанты и нечисть. Ну, логично ведь. Но давайте вкратце пройдемся по всей игре, ибо многие элементы будут появляться в Sonic Wings и в других играх. В изначальной кат-сцене вам показывают, как из замка похищают королевскую семью. И вы вылетаете следом. А потом внезапно показывают карту мира игры, где вы начинаете на космическом корабле и заканчиваете на поверхности планеты в замке. Эм, а разве не должно быть наоборот? Исходя из интро. Нет? Или похитители оказались с другой планеты? Ну окей, начинаем на корабле. Каждая локация поделена на четыре уровня. В первом уровне в целом нет ничего интересного, кроме босса... робота... быка. Почему быка? Что, кролики с ними не в ладах? Уровень на космическую тематику, так это... Причем тут бык? Ну да ладно. Во втором уровне тоже ничего необычного, больше роботов. Ничего особенного. А вот третий уровень встречает нас здоровенной мордой мужика с обскрытым черепом и мозгами наружу на заднем плане. Картина одновременно и жуткая, и абсурдная. А босс здесь это стая из пяти роботов-котов. Вот это уже как-то более логично. Насколько это может быть логично оставлять на космической станции робота, предназначенного в первую очередь к передвижению по земле. Каждый четвертый уровень это бой с боссом один на один. В этом случае это здоровенный шар, покрытый черным нечто. В целом, можно сказать, что это ядро корабля, и забыть об этом. После победы над ним мы спасаем младшую принцессу, одетую в плейбойский костюм кролика, и перелетаем на астероид, где находится база врага. Здесь мы встречаем еще несколько странных боссов. В пятом уровне это летающая черная голова по имени Дотама. В шестом, вот эта вот хрень по имени Тенуки Чадо. А в седьмом будет Огненный Повелитель. Боссы шестого и седьмого уровней впоследствии появятся в серии Соник Уинкс. Да что там, Фаермастер также был боссом и в Спайнал Брейкерс. Кстати, в седьмом уровне, видимо, в контраст той жуткой головешки из третьего уровня, на заднем плане будет статуя какой-то крылатой девушки. Японский символизм или очередной бред? Вам напомнить, что мы якобы на вражеской секретной базе внутри космического астероида, нет? Восьмой уровень бросает нас с места в карьер, что называется. На экране появляется большая черная голова, из открытой пасти которой вылетает робот-черфь. Опять же, смотрится немного криповато. После победы освобождаем короля, в костюме кролика, само собой, и летим выручать принцессу на вражескую планету. Здесь игра нас встречает лесным уровнем, в главе с черным драконом, обязательно в играх того времени снежным уровнем, с огромным прыгающим мамонтом, и только потом переносит нас во вражескую крепость. В ней нам предстоит сразиться с несколькими предыдущими боссами, перед тем, как нас пустят в главгаду. В последнем же уровне нас ждет огромная статуя гоблина с топором, которую нельзя убить. На самом деле нужно простреливать дыру в стене у него за спиной, и покажется финальный босс, который... уже сдох. То есть он, естественно, отстреливается, но это не меняет того факта, что он... труп. Что же он, получается, устал нас ждать, что ли? После этого мы спасаем вторую принцессу, которая благодарит нас и ставит нашу честь памятникам. Итак, давайте подведем итог. Мы играем за огромных летающих в космосе кроликов, которые отправились спасать королевскую семью людей, одетых под кроликов, от роботов, которыми управляет мертвец. Ну, все логично, да. Абсолютно нормальная и логичная игра. Идем дальше. А дальше у нас еще один скролл-шутер. Если Rabio Lepos был горизонтальным скролл-шутером, то этот уже вертикальный и более близок к серии Sonic Wings. Даже более того, движок этой игры впоследствии и был использован при создании Sonic Wings. Игра называется Turbo Force и вышла в 1991 году. Сюжета в игре нет. То есть, вообще нет. Ни катсцен, ни мануалов, ни хрена. Вначале вам просто показывают, как Ламборджини Диабло прикручивают пушки и ракетные двигатели, и, что называется, вперед из песней. Все действие происходит вроде как на земле, где вы летите вперед и отстреливаете всякую разную футуристическую технику на фоне всяких военных баз, складов, аэропортов и прочего. Описывать, какие из этих машин или роботов будут в серии Sonic Wings, я сейчас не буду. Для них еще дойдет очередь. В целом, игра, кроме того, что вы управляете летающей Ламборджини Диабло и тем, что одним из боссов стал уже известный нам Fire Master, ничем не выделяется. До последнего уровня. В этом уровне вы улетаете в космос. На машине, напомню. И финальным боссом оказывается гигантский Лексус. И что самое веселое, после его поражения игра начинается заново и никаких объяснений. Даже какой-то глупой катсцены. Нифига. Причем у игры не просто два круга. Многие шмапы того времени этого проделывали. Игра в принципе бесконечная. Позже я уже нашел в интернете интервью с одним из разрабов. Там он говорил, что над этой игрой особо не думали и что это был совместный проект многих независимых программистов. Каждый пихал в игру, что хотел. И об итоговом результате никто особо и не думал. Однако, несмотря на это, игра стала фундаментом для будущей серии Sonic Wings, которая стала самой популярной серией игр компании Video System. Ну а на сегодня все. Как обычно, оставляйте комментарии, рассказывайте о канале друзьям. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч!